Друзья, всем привет! Вы на моем канале Товар из Китая, с вами я Вячеслав и у нас на обзоре сегодня этот интересный смартфон от фирмы Vivo Vivo Z5X Я уже несколько дней пользуюсь этим телефоном и у меня есть что вам о нем рассказать Если вы пользуетесь смартфонами Vivo, пишите пожалуйста в своих комментариях, как вам эти аппараты А мне пока аппарат очень понравился Итак, давайте приступим к полному обзору Vivo Z5X По традиции начну с комплекта поставки В комплект входит зарядный блок брендированный фирмы Vivo Поддержка быстрой зарядки 18-ваттной, 9 вольт, 2 ампера Также к этому блоку идет переходник под наши розетки Кабель USB, microUSB Да-да, здесь идет microUSB кабель Также инструкция на китайском языке, поскольку смартфон китайский Ну и продавец положил защитный силиконовый чехол Без него здесь не обойтись А мы переходим к нашему телефону Да, прекрасный, прекрасный аппарат В руке лежит очень удобно, несмотря на свою огромную диагональ 6,53 дюйма Сверху у нас сторона чистая С правой стороны у нас находится кнопка включения и регулировка громкости Снизу мы имеем аудиоразъем, микрофон, microUSB порт и мультимедийный громкий динамик А правая сторона у нас Здесь у нас лоток для двух наносим-карт и карты памяти для поддержки 256 гигабайт А это кнопка для вызова китайского голосового помощника Jovi Сверху у нас на экране В экране находится 16-мегапиксельная фронтальная камера И сзади у нас тройной модуль камеры Ну о камерах мы поговорим еще Скоростной сканер отпечатков пальцев Который мгновенно-мгновенно срабатывает Ну и логотип Vivo Этот цвет, кстати, называется Aurora Blue Очень красивый премиальный цвет Я уже установил сюда сканер отпечатков пальцев А также сканер распознавания по лицу И все здесь, как видите, работает мгновенно Я выключил, нажимаю кнопку И мгновенно меня сканер распознает Также и сканер отпечатков пальцев На правой и левой руке работает просто молниеносно Мгновенно распознает отпечаток Как вы, наверное, заметили На экране нет никакой моноброви, никакой капли Только в верхнем левом углу у нас есть глазок фронтальной камеры Это, конечно, большой плюс Да, экран здесь соотношение 19,5 к 9 Full HD+, тип матрицы IPS Защищенный Gorilla Glass 5 Ну и давайте мы посмотрим, как эта матрица смотрится Я загрузил несколько картинок Обратите, пожалуйста, внимание, какая здесь цветопередача Мне очень нравится яркость и насыщенность цветов Очень яркие цвета Контраст прекрасный Матрица здесь на высшем уровне Чтобы послушать звук смартфона Я, как обычно, захожу на YouTube И выбираю музыкальную композицию И давайте оценим звук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Динамик здесь очень-очень громкий Также отчетливо слышны басы Этот смартфон Vivo Z5X поддерживает кодек APTX Поэтому в наушниках слушать очень приятно музыку За работу нашего смартфона отвечает Funtouch OS Из коробки был русский язык Легко устанавливается Play Market, Google клавиатура и все остальное Как видите, все переведено на русский язык С этим у вас не будет никаких проблем Настройки Funtouch OS очень-очень богатые Здесь есть и ультраигровой режим Режим не беспокоить Экран блокировки и начальный экран Отпечаток пальца Лицо, пароль Безопасность системы Геолокация Ну и в дополнительных настройках Можно посмотреть о телефоне Funtouch OS 9 Модель Vivo Z5X Моя модель 6 гигабайт оперативной памяти И 128 встроенной Здесь свежий патч безопасности И так далее Я уже настроил жесты Кстати, жесты здесь можно настраивать И по боковому свайпу И снизу вверх Ну и поскольку это система Funtouch OS То здесь шторка вызывается свайпом В левом углу снизу вверх Здесь в шторке мы можем увидеть Все, что нам нужно А также регулируется громкость Громкость и яркость Яркость регулируется здесь Также как звонилка Можете обратить внимание Ну если, например, набрать номер То здесь есть возможность записывать Да Как звонилка здесь все отлично Теперь давайте посмотрим Что здесь по железу Приложение DevCheck Показывает, что процессор Здесь Snapdragon 710 Восьмиядерный процессор И 10-нанометровый техпроцесс Минимальные частоты От 300 МГц до 1700 А максимальные до 2200 МГц Видеоускоритель здесь Adreno 616 В паре с процессором Snapdragon 710 Это игровой процессор Как я уже сказал Здесь разрешение Full HD+, 394 ppi Система показывает, что диагональ экрана 6,54 дюйма Из 6 гигабайт оперативной памяти И встроенной 128 Из которых доступно нам Чуть больше 108 гигабайт Поддержка Bluetooth 5.0 NFC смартфон не поддерживает Система Vivo Z5X работает на девятом андроиде Как видите, дата сборки 10 декабря 2019 года Да, этот смартфон очень свежий Батарея здесь 5000 мАч С поддержкой быстрой зарядки 18-ваттной быстрой зарядки За 30 минут телефон заряжается на 25% За час заряжается на 51% А от 0 до 100% смартфон заряжается за 2 часа 10 минут Это я считаю неплохой результат Приложения и камеры Основная камера здесь на 16 мегапикселей С апертурой f1.78 Позже вы увидите некоторые снимки И тестовые видео на эту камеру А также фронтальная камера на 16 мегапикселей f2.0 Работают датчики Датчик температуры Шагомер, вектор вращения Датчик приближения Ориентации Магнитное поле Линейное ускорение Датчик гравитации Гироскоп Акселерометр Игровой вектор вращения Датчик освещенности Все здесь у нас на борту В Antutu этот аппарат набирает скромных 216 тысяч баллов Тест мультитач Уверенных 10 касаний А можно ли использовать этот телефон как GPS-навигатор Я скачал приложение GPS-тест И давайте посмотрим, как за считанные секунды Смартфон набирает множество-множество спутников Мы сейчас находимся в доме И как видите, без труда телефон ловит множество спутников Как GPS-навигатор я его смело рекомендую Ну, вы, наверное, понимаете, что в играх Этот смартфон тоже превосходит многие другие Я все-таки скачал Asphalt 9 И давайте посмотрим некоторые фрагменты игры Как идет игра на этом телефоне Поехали Игра идет на хорошей скорости Авария Какие-то играть в несложные игры По смартфоне можно По кругу А вот и финиш Как видите, с играми здесь полный порядок Да, процессор Snapdragon 710 Это игровой процессор Поэтому, кто мечтает играть в сложные игрушки Смело можно присмотреться к Vivo Z5X Основным козырем этого телефона Также является камера И давайте мы сейчас посмотрим настройки камеры Как видите, здесь можно выбрать формат 4 к 3 19,5 к 9, 19 к 9 или 1 к 1 Такие вот богатые настройки И да, это снимок и настройки видео Телефон может снимать в 4К В Full HD и 720p 30 либо 60 кадров в секунду Также телефон может снимать клипы Дополнительная реальность Есть режим Видео Красивое лицо С помощью искусственного интеллекта Есть ночной режим Есть панорама И есть профессиональный режим Где мы вручную можем выставлять настройки Ну и давайте посмотрим Как этот телефон делает снимки А также снимает видео Субтитры сделал DimaTorzok Тестовое видео на смартфон Vivo Z5X Стабилизация включена Тестовое видео Давайте проверим Автофокус Автофокус работает очень быстро Автофокус Автофокус работает очень быстро А теперь давайте попрыгаем Да, стабилизация тоже здесь работает Поэтому оцените это видео А сейчас съемка видео на фронтальную камеру Смартфон Vivo Z5X Оцените звук Всем привет и хорошего дня Как видите тройной модуль камеры Делает неплохие снимки И неплохо снимает видео Как фото возможности Здесь полный порядок Также в смартфоне есть и недостатки Я искал индикатор пропущенных событий Его нигде нет Оказывается в настройках Есть клавиша Которую можно активировать И когда пропущенный вызов При потушенном экране У нас вспышка мигает Мигает вспышка Это вместо индикатора пропущенных событий Также к недостатку можно отнести порт microUSB Да, в 2020 году порт microUSB Это уже конечно недостаток Vivo сэкономили на этом Также пластиковый корпус Собирает множество отпечатков И для этого Как я уже сказал Положили силиконовый чехол В силиконовом чехле Аппарат более уверенно лежит в руке И не выскальзывает Подводя итог этому видео Хочу сказать что смартфон Vivo Z5X Я вам смело рекомендую 5000 мАч батарея 628 память Snapdragon 710 И прекрасная яркая Full HD дисплей матрица Если видео было вам полезно и интересно Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Товар из Китая Впереди вас ждет много интересных Обзоров и распаковок Всем пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok